Всем привет! Я Леша, это сильные новости, наша рубрика. Короче, поехали! Помните 12-летнего героя Рому Кагадовского, который на руках вынес из горящего дома своего двухлетнего братика и тут же потерял сознание? Парень получил серьезные ожоги, медики не давали никаких гарантий. Рома провел более 100 дней в реанимации, перенес 22 операции. Вот хорошие новости. Состояние Ромы удалось стабилизировать. Его перебили из реанимации в детское ожоговое отделение. Остросюжетное преступление произошло в Брестской области. Там 62-летняя женщина с игрушечным пистолетом и колготками на голове ограбила свою 82-летнюю родственницу. Перед этим она в ее доме перерезала телефонный провод. Добыча и стали деньги кое-что из еды. В отличие от пистолета, срок ей грозит вовсе не игрушечный, а вполне реальный. В Туркменистане от пользователей сети требуют клятву на Коране. Такую историю рассказала одна из местных жительниц, которые пришли подключать интернет. Обещание касалось не использовать VPN-серверы, без которых в Туркменистане практически невозможно открыть какой-либо сайт. Кроме того, правоохранители проводят регулярные рейды против тех, кто может настроить вам VPN. Их обвиняют в сотрудничестве с иностранными организациями. Продолжение следует...